Всем привет! И это уже третья серия будней игрока на Блэк Раше, и в этой серии я буду много проходить Блэк Пасс. В первую очередь я пришёл на шахту, чтобы здесь 3000 рублей заработать и выполнить квест в Блэк Пассе. Загружаю свою четырку и еду на ней. Я просто ехал по Рублёвке, и тут заметил, что какой-то чел кричит, кто на сходку, заезжайте в двор. Ну и мне стало интересно, что там происходит, я заехал туда, ну и здесь происходило, ну если честно, я не понял что, как я понял, это сходка какого-то ютубера. В общем, я там ещё немного посидел и поехал дальше. А приехал я в СТО, чтобы купить здесь какую-то деталь тюнинга и выполнить еще квест в Блэк Пассе. Как оказалось, на моей четырке в СТО почти всё куплено, только одни пороги были не куплены, но их я и купил. Также я потом ещё приехал в стайлинг-центр, чтобы здесь тачку перекрасить. Зелёный цвет мне не очень нравился, хотелось какой-то белый, ну или в общем-то какой-то светлый поставить. В общем, я тут немного понастраивал, и мне кажется, хорошо подходит такой вот лаймовый цвет. Получился у меня вот такой жигуль, по-моему, ему такой цвет очень идёт и очень даже красивенько. Кстати, я апнул третий уровень в Блэк Пассе, и это 10 Блэк Коинов. Снова приехал на шахту, потому что когда квесты обновились, мне снова выпал тот же квест, где нужно заработать на шахте 3000. Также я приехал на ферму, чтобы те же 3000 заработать на дояре, и кстати, я это уже сделал, и забираю деньги, и квест тоже выполнен. Кстати, ещё квест на ферме, мне нужно было 10 тысяч заработать на пчеловоде, я это сделал, и ещё один квест выполнен, забираю ещё всякие награды, выполнял я тут задания несколько, и мне совсем немножко осталось, чтобы получить следующий уровень. Кстати, я прошёл вообще все квесты ежедневные. Кстати, за сегодня я уже отыграл 35 минут, и забираю с календаря награду за четвёртый день, и это 2000 очков Блэк Пасса. И вот этих 2000 хватило, чтобы прокачаться ещё до пятого уровня. Приехал в средний автосалон, чтобы его просто посетить, и выполнить ещё квест. Забираю в Блэк Пассе награду за это задание, и к сожалению, этого не хватило, чтобы прокачаться на следующий уровень. Также приехал зарабатывать 3000 на завод. Я успешно это сделал, и забираю ещё награду. Также я приехал работать на кладоискателе, потому что у меня есть аж 3 квеста на этой работе. Среди этих квестов было найти один клад, найти 5 кладов, то есть выполнить одно задание, и найти клад без ошибок. То есть ни разу не наступить на бомбу, это было очень сложно. Ну как было очень сложно, мне очень повезло, и я смог это с первого раза почти сделать. Ну то есть в первом же задании я очень переживал, что мне придётся выполнять много заданий, чтобы это сделать, потому что это полный рандом, и от меня вообще не зависит, где стоят эти бомбы. Нашёл остальные клады и выполнил задание, а также выполнил 3 квеста. Последний клад найден, и всё готово. Забираю награду с этих трёх ежедневных квестов, и кстати, я опять уже второй день подряд прошёл вообще все квесты ежедневные. И вот ещё один уровень пройден, это уже седьмой, то есть до сегодня я прошёл шестой и седьмой уровень. Кстати, я уже 5 дней подряд прохожу по 35 минут в день в календаре, и за эти 5 дней подряд я получил один бронзовый кейс. А вот и награда за сам пятый день, и это x2 купон на 24 часа. Зайдя на следующий день, когда квесты обновились, я делаю просто рандомное объявление и хилюсь аптечкой, тем самым я выполняю 2 квеста в Блэк Пассе. Прихожу в 24 на 7 и здесь покупаю ремку и цветы, которые я дарю рандомному игроку. Выполнив все эти действия, я сделал аж 3 квеста в Блэк Пассе. Вот уже восьмой уровень в Блэк Пассе, это 10 тысяч рублей, на следующем уровне уже будет аксессуар. Также посещаю больницу, чтобы выполнить ещё один квест. Также заправляю и чину свою машину, и забираю награду за ещё квест. В БП Ревардзе я забираю 2 xp и x2 купон на 24 часа. Кстати, у меня уже 44 из 72 xp, скоро уже восемнадцатый уровень. Также в БП Ревардзе я забираю 2 бронзовых кейса, один с календаря, второй с Блэк Пасса. Кручу пока что только один бронзовый кейс, который я получил за отыгровку 2 часов игры. И мне попадает отсюда зазик, ну на самом-то деле такой себе, но могло быть и хуже. Загружаю этот зазик и сливаю его в гос. Также я всё-таки решил купить месячную подписку на прибор Драги. Эта штука обошлась мне в 100 тысяч рублей, за 50 тысяч я её саму купил, и ещё 50 тысяч стоит месячная подписка. А сама эта штука измеряет за сколько времени твоя машина разгоняется до скольки-то километров в час. В основном я её купил, чтобы проверить за сколько до 100 едет Феррари F40 на Спорт Плюсе. И кстати, сутку она набрала всего за секунду 20. Это одна из самых быстрых по ускорению машин. До 200 я её разогнал за 2 секунды 80, а до 300 всего за 5 секунд. Это прям очень быстро. Также я поучаствовал в гоночке с ещё одной Феррари, которая была на Спорте. Естественно, я её выиграл, потому что у меня всё-таки на Спорт Плюсе. И здесь получилось очень красивенько, потому что я случайно его подрезал, и он прям жёстко улетел. Опять же, повторяю, что сделал я это случайно, но вы только посмотрите, как это было красиво. Конечно же, я не стал дальше ехать, я остановился и поехал к нему. В общем, я отвлёкся от гонок, чтобы приехать в банк и здесь пополнить свой номер телефона, а также положить рубль на благотворительность, чтобы выполнить 2 квеста в Блэк Пассе. Забираю награду, и уже скоро будет 9 уровень, и я получу аксессуар. Затем доезжаю до АЗС, и здесь заправляю свою машину, а также кладу на фармсклад свою канистру с бензином и покупаю новую. Благодаря этому я выполнил 2 квеста в Блэк Пассе и забираю награду. Также я приезжаю в СТО, чтобы здесь что-нибудь купить и выполнить ещё квест в Блэк Пассе. И, кстати, на моём зазике осталась всего одна некупленная деталь, это выхлопные трубы, их я и купил. За квест забираю награду 5 тысяч. Зашёл в 24 на 7 и выполнил ещё квест. Также я заправляю арендованный скутер буквально на 1 литр и забираю награду. Тот же скутер заправляю канистру и покупаю ещё одну канистру. Кстати, вы когда-то задумывались, что на скутере 95-й? В ларьке я покупаю самый дешёвый чай за 30 рублей, чтобы выполнить ещё квест. Также в 24 на 7 я купил за 2500 металлоискатель. За все эти квесты я забираю награду и наконец-то я дошёл до 9 уровня. Забираю награду за достижение 9 уровня в Блэк Пассе. Это сумка Pink Style. И это первый аксессуар, который вообще есть в Блэк Пассе. Я накопил 3 бронзовых кейса, 2 те самые за Блэк Пасса и календаря. И ещё один я получил за то, что отыграл 2 часа. Сейчас буду открывать 3 кейса. Думаю, достаточно нормально такое открытие получается. И сейчас мы увидим, что же у меня выпадет с первого кейса. Открываем, сейчас всё прокрутится. И мне выпадает до 75 доната, а выпадает мне 25 доната. Конечно, могло бы и побольше мне дать доната, но ладно, я на самом-то деле очень доволен, потому что могло быть и хуже. Тем временем я открываю уже второй кейс, и с него мне выпадает... А отсюда мне выпадает до 100 тысяч рублей, выпадает 80 тысяч. Очень даже хорошо. Кстати, во время этого у меня ещё прошёлся уровень в календаре. На самом деле очень даже хорошо, у меня как раз сейчас очень нужны деньги. Ещё и до 100 тысяч выпало 80 тысяч, очень даже хорошо. Ну и последний, третий кейсик открываем. Я пока что очень доволен открытием, потому что выпадают только хорошие. А с последнего третьего кейса мне выпадает кепка Блэк Раши. Конечно же, куда же без неё, но на самом-то деле ладно. Я доволен открытием, потому что мне и деньги выпали, и донат. Ну и кепка, конечно же, всё-таки ладно. Забрал сразу же деньги и донат. Также всё-таки, чтобы просто так не лежало, забрал эту кепку. Но я её сразу же положил на семейный склад, чтобы не занимало место. Также забираю уже шестой уровень в календаре, и это 10 тысяч рублей. Кстати, у меня слетели права, и в рулетке у меня целых две штуки все лицензии лежат, которые я до этого выбивал. Поэтому я сразу же забираю. Теперь у меня есть все права и лицензии, как же на это приятно смотреть. Весь остальной материал мне был особо интересным. Я просто всю неделю проходил квесты, и поэтому накопилось много материала. Да и видос уже вышел достаточно длинным, поэтому покажу только самое интересное. Например, то, что я прошёл седьмой уровень в календаре, и получила вот такие VR-очки. Этот аксессуар мне понравился, я его сразу же настроил, и теперь я буду в нём ходить. И как-то так это всё выглядит. Также на следующий день я дошёл до восьмого уровня тоже, здесь дали випку. Также я выполнял разных квестов там, и очень много я прошёл. Вон сколько я всего забираю. Я прошёл почти все сегодняшние квесты, только парочка осталась. Вот я, кстати, дошёл уже до нового уровня в Блэк Пассе. Оставшиеся три награды я забираю, и сейчас будем смотреть, что мне там дали. Сразу говорю, денег у меня с этих квестов навалило нормально так. Ну и на одиннадцатом уровне в Блэк Пассе у меня дали также випку. Также на аукционе я нашёл номера 3 двойки, они там со ставкой всего 5000 рублей. Я поставил 5555. Скорее всего, меня, конечно, перебьют. Но ладно, я особо не рассчитывал на то, что их выиграю. Я вот рассчитываю на то, что заберу маску Блэк Санта с прошлого Блэк Пасса. Вот, я очень надеюсь её заберу. Там была ставка всего 50 тысяч, я поставил также 55555 рублей. Вот, там до слёта остался всего час, и я очень надеюсь, что заберу. Потому что она гораздо дороже стоит, и по-любому вырастет в цене. И я очень жалею, что не купил её раньше, когда ещё был этот зимний Блэк Пасс. На этом всё, третья серия будни игрока подходит к концу. Она вышла не такой уж, конечно, интересной, как остальные две. Но всё же я её снял про то, как выполнял очень много квестов в Блэк Пассе. Всем пока!